Приветствую вас, формально ваш вопрос можно разделить на две составные части. Первая часть это собственно то, что вы спрашиваете и об этом я попробую вам рассказать. И вторая часть это то, о чем вы не спрашиваете, но тем не менее мне кажется на это нужно обратить внимание, ибо это достойно того, чтобы иметь в виду. Итак, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что у мужчины есть серьезная апатия. По крайней мере его поведение говорит о том, что его одолевает апатия. Это вот некая инертность, некая такая, может быть, пассивность, некая такая аморфность. Это апатия. И апатия, как правило, вызвана чрезмерным давлением на человека, обязательств, например, каких-то трудностей, обязанностей, иногда долг, иногда вина за что-то. Но то, что это апатия, это однозначно. То есть апатия здесь как симптом. Если раньше человек был немногословным просто, и, в общем-то, это было чертой его характера, немногословность. То сейчас это скорее вот именно такое апатийное состояние. То есть состояние в большей степени негативное, в большей степени подавленное. Ну и, собственно, если это недавно началось, то можно говорить о том, что это просто необходимый для человека этап, который он пройдет и который ему нужен для того, чтобы немножечко, например, порегрессировать. и, порегрессировав, человек придет в себя и вновь все будет хорошо, вновь все будет нормально. Ага, ну, у него с ним. Вот. Если же это происходит длительное время, то здесь ситуация, к сожалению, несколько более серьезная, потому что в этом случае можно говорить о том, что у человека есть достаточно сильные внешние факторы, которые заставляют его, заставляют его вести себя, ну, вот так, негативно, пассивно, аморфно даже. И сам человек из такого состояния может не выбраться и все больше и больше он будет падать в депрессию, все больше и больше он будет погружаться в нее, ну, в депрессивное состояние. Вот. Если ему не помочь из этого выйти. Конечно, при условии, обязательном условии его желания. Вот. То есть просто имейте в виду, что апатия – это давление на человека. Апатия – это в любом случае давление на человека. Определенно. И человек как бы под этим давлением, он ломается, ну, или, соответственно, прогибается и выдерживает, либо ломается. Вот. Вот это то, что я бы хотел вам сказать. То есть вариантов поведения здесь, в принципе, именно вот с вашей стороны, да, немного. То есть вы знаете, наверное, почему человек оказался в такой ситуации для себя достаточно тяжелый. Вы знаете, почему он не оказался. Вот. И только вы, вероятно, можете его из этого состояния вывести, ну, или вы, или любой другой человек, которому он доверяет. Вот. Вот. Немножечко снизив тот уровень напряжения, который у него есть. Вот именно сейчас, на данный момент. Вот. Потому что на данный момент человек откровенно еле-еле дышит из-за этого самого напряжения. Это, если отвечать на ваш вопрос, ну, скажем так, буквально. Дальше. Что меня впечатлило? Что обратило мое внимание? Вы говорите, что вынуждены последний месяц общаться с другом. Отношения непонятные, долгое время взаимная помощь, поддержка, оба не замужем, не женаты по переписке. То есть вы не хотели так общаться, но вынуждены. Скорее всего, у вас есть к нему симпатия, да? А, ну, к мужчине у вас, скорее всего, есть симпатия, и вы, скорее всего, хотели бы сближение какого-то. Но сближение у вас не получается, потому что отношения непонятные. Молодой человек держит вас как бы на расстоянии. Он не позволяет вам сблизиться с ним. То, что вы говорите о непонятных отношениях, то есть то, что отношения непонятные между вами, понимает вопрос о ответственности. Вашей ответственности за происходящее. То есть, иными словами, насколько вы сами готовы делать что-то для того, чтобы отношения были более понятными, более определенными, да? Вот. То есть здесь вот важен очень такой момент. Если человек вас к себе не подпускает, соответственно, для этого, ну, должна быть причина для того, чтобы он вас не подпускал. Если человек не идет с вами на контакт более близкий, соответственно, несмотря на взаимную помощь, там, поддержку и так далее, то, опять же, это его выбор. И можно говорить о том, насколько вы его выбор уважаете, можно говорить о том, насколько вы его выбор принимаете и что мешает вам, ну, например, принять его выбор. Если таковой есть, как бы, ну, объективно, да? Вот. То есть вы поймите, что ваше желание узнать, почему человек вот так себя ведет, оно более понятно. Если мы говорим именно о вашей заинтересованности в отношении с ним, именно заинтересованности в отношении с ним, как с любимым, например, человеком. Понимаете? Вот. И тогда уже можно говорить о том, насколько вы в этих отношениях являетесь собой, насколько вы в этих отношениях верны себе и насколько вы действуете. Действуете исходя из своих интересов. То есть не цепляетесь ли вы, грубо говоря, за этого мужчину, просто потому, что он вам нужен и просто потому, что у вас не будет симпатия, при том, что эта симпатия может быть не имеет никакого продолжения и, в принципе, продолжена быть не может. То есть есть ли у вас, есть ли у вас еще какой-нибудь вариант, который позволил бы вам быть менее заинтересованным в том, чтобы общаться с этим человеком? Ведь вы говорите, что вы говорите, что я вынужден. Понятно, что вы говорите «мы», вы говорите «мы вынуждены». Но на самом деле, конечно, речь идет о том, что я вынужден, то есть вы вынуждены. И я полагаю, что вот эта вот вынужденность, она чем-то определяется. Определяется она вашей личной заинтересованностью, да, скорее всего. То есть именно ваша личная заинтересованность определяет то, что вы вынуждены. Вот. И здесь я рекомендую только как следует определить, в чем она, эта личная заинтересованность заключается конкретно. Вот. И насколько вы ориентированы на самого человека, и насколько вы ориентированы на себя. И не жертвуете ли вы заинтересованным отношением к себе ради отношения к этому человеку? Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент именно для обдумывания вами. Вот. Нам это, как правило, как правило, когда люди задают вопрос о том, что думает другой, что чувствует другой, чего хочет другой. Это такая вот скрытая потребность в самостоятельном выражении своих чувств, самостоятельном выражении своих желаний, своих потребностей. «Но при этом отсутствия возможностей для человека, то есть, например, для вас, это сделать». То есть, по какой-то причине вы свои собственные желания выразить не можете и выражаете их через другого человека. Это я, конечно, утрирую здесь. Я хочу, чтобы вы сразу поняли, что это утрирование. То есть, это необязательно во всех смыслах. Так. Вот. Но вот, например, в данном случае, в данном случае очень похоже на то, что вы вот так вот себя позиционируете. Вот. В этом нет ничего такого, прямо плохого, но это вредит вам. И если вы не хотите, чтобы вам это вредило, если вы не хотите наличия лишнего негатива в вашей жизни, то я полагаю, что нужно вот этот момент пронаботать обязательно. Вот. И начать я вам предлагаю вот с чего. Значит, смотрите. Что вам даст наше понимание того, что происходит в человеке? Вот лично вам что это даст? Попробуйте себе ответить на этот вопрос. Вот. Просто попробуйте, вот сами попробуйте. Вот что вы будете делать, как бы, ну, с этим знанием. Вот. По факту. Вот. Как вы думаете, да? Этим знанием воспользоваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Рассville.